гораздо важнее чем ты будешь сидеть и читать библию и это у нас сложилась хорошую привычку и мы всю зиму ну очень часто проводили время с утра вот и вот это прекрасно и вот что господь направляет на практике слышать то есть господь всегда нам покажет он покажет нам как нам проявлять то что мы уже знаем много лет изучаем нам нужно все это на практике проявлять и это это всегда непросто мне было несложно пойти завести машину но это наполнило нас и и еще это допустим а потом в нашей жизни в жизни вот но а все спали утром но в нашей жизни потом появился еще один человек который стал вставать с с утра потому что основной ну у кати же есть никита у нее есть муж вот и и он ну он тоже ведь хочет проверять не любой а я как будто бы это уже занял это время он тоже стал вставать с утра готовить и завтра там и мы и вот у нас уже трое человек стало вставать то есть добрые дела они всегда умножаются вот господь благословляет и теперь они вместе ходят с утра молятся это так ну хорошо трое лучше же чем вдвоем всегда дух святой покажет кто нуждается в нашем внимании любви и заботе как это работает на примере автомобильного трафика и лайков на дороге этому сказать и придумали вот знаете дорога это как жизнь там люди сразу с разным статусом на разных автомобилях и у всех разный стиль вождения вот слава помнит как я ездил в молодости я очень был агрессивный наглый и я думал что я круто вожу автомобиль но сейчас я понимаю что люди просто отшарахались от меня что едет какой-то ненормальный безумный человек надо его подачи держаться а я думал что я как господь из из фильма помните брюс всемогущий когда он ехал на машине и машина вот так расставались я думал это я такой крутой водитель да они просто меня боялись а и те кто был со мной в потоке мы с катей сейчас придумали другой стиль вождения он более лучше у нас не у нас играет спокойная муж музыка у нас у нас играет спокойная музыка и мы ловим лайки на дороге что значит ловить лайки на дороге нет как им жизни всегда есть где проявить свою скромность всегда кому-то надо уступить всегда постоянно в течение дня есть ситуации на дороге и всегда это скро со скромностью связано и и вот мы с катей пока едем на работу ловим лайки а потом уже когда кати нету я целый день ловлю эти лайки бывают люди как и в этом мире неблагодарные я ехал с малышева жбы и ехал к маме и по пути пока мы ехали по малышу я несколько раз ну больше пяти раз уступил одной и той же машине и она ни разу мне не поморгал поморгала девушка на марседесе ну вот бывают люди неблагодарные и не лайкают ну ладно что вот я же тоже лайк зато поймал заповедь формула иисуса с обещанием как нам обрести радость и сверх радость ликования и она 15 9 13 да как отец мой возлюбил меня так и я возлюбил вас прибудьте же в моей любви если будете следовать моим заповедям то и в любви моей прибудете как я следовал заповедям отца моего и пребываю в его любви я рассказал вам это чтобы ликование моё оставалось с вами и чтобы ваше ликование было полно вот что я заповедую вам любите друг друга как я возлюбил вас нет больше той любви как если кто отдаст жизнь свою за друзей эта часть священного писания не нуждается в комментариях но у меня был вопрос теперь есть ответ мы знаем как буквально иисус отдал жизнь свою за нас а каким образом мы можем отдавать свою жизнь за друзей своих такая формула у меня возникла в голове что но жизнь она это наше время на наши прожитые года они состоят из месяца месяца из дней а каждый день состоит из 24 часов и вот я ну как бы всем известный факт я поделил 24 на 3 получилось 8 часов из которых 80 и 8 как обычно мы работаем осталось 8 часов из которых два часа мы тратим на то чтобы добраться с работы и домой осталось 6 часов если мы женаты люди у нас есть семья мы еще свое время из этих оставшихся 6 часов посвящаем своей семье а где церковь или домашняя церковь это и есть церковь иисус проявляется в церкви через нашу деятельную любовь друг другу и тем самым бог прославляется как любящий отец нам нужно находить в своем графике и расписание друг для друга время я знаю что это сложно сделать но нам нужно как-то это делать молодежи немножечко проще чем женатым ну это не оправдывает и женатых вот скромность помогает сейчас следующая тема скромность нет скромность потом благовестие скромность помогает нам дружить друг с другом рассуждать филиппийцам 257 рассуждать и поступать и так как христос хотя он был богом по природе своей он не держался за это свое равенство с богом но уничижил себя самого приняв образ раба и сделавшись по виду человеком это непростая часть библии требует глубокого изучения священного писания на поверхности лежит история с адамом иисус пришел чтобы исправить косяки адама который хотел уподобиться богу помните сатана когда искушал он сказал съедите яблоком станете подобными богу и они съели есть хорошая поговорка будет проще и люди к тебе потянутся следующая заключительная тема петр это один из ключей от дверей которые петр сегодня нам открывает тонн благовестия кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена должен удерживать язык свой от зла речи и уста свои от лжи помните мы там это выделили вместо того чтобы заниматься пустословием лучше благовествовать благовестие наполнено смыслом спасает людей от будущего гнева что нас и человечество ожидает больше дальше матфея 24 7 14 ибо поднимется народ на народ и царство на царство будет голод землетрясение повсюду но это будет лишь началом ваших испытаний подобно тому как женщина мучается в родах и предадут вас на мучение и смерть вас будут ненавидеть все народы ибо вы мои ученики многие будут разочарованы и отвернуться от веры они будут предавать и ненавидеть друг друга появится множество лжепророков и многих обманут из-за того что беззаконие будет возрастать любовь многих учеников охладеет но тот кто вытерпит все до конца спасен будет и это благая весть о царстве будет провозглашен провозглашена по всему миру для всех народов а потом наступит конец каким образом способом будет провозглашена благая весть о царстве всему миру кто это сделать ангелы у них другие задачи это вопрос для наших сердец римлянам 10 14 15 но также смогут но как же смогут они довериться господи если не признавали его и как смогут они уверовать в него если не слышали о нем и как смогут они услышать о нем если им никто не проповедуют о нем. И как же будут люди проповедовать, если не будут посланы на проповедь? Как сказано в Писании, прекрасны стопы, приносящие благую весть. В чем заключается благая весть? Поменяй грехи на праведность. 2 Коринфянам 5.21. Не знавшего греха он сделал жертвой за грехи, за наши грехи, чтобы через Христа мы могли быть объявлены праведными перед Богом. Господь царствует в долготерпении своем, для того, чтобы спаслось как можно больше людей. Откровение 7.9. После этого взгляну я, и вот предстала предо мной толпа народа, которую никто не смог бы пересчитать. И был в ней всякий народ, всякое наречие, всякий язык, всякое племя. Они стояли перед престолом и перед Агнцем. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви. Вот они, спасенные люди. Почитайте всю седьмую главу Откровений дома. В ней описано, как верующие будут спасены от великой скорби. Салом 33.16.17. Очи Господа обращены на праведников, и уши его квоплю их. Но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Что на этом можно в заключении сказать? Церковь Христова, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей твоей душой, всей твоим разумением. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Храни вас всех, Господь. Аминь. Мы плавно переходим к причащению. Первое Коринфянам 10.16.13. Чаша благословения, которую мы благословляем, это причащение крови Христовой. Не так ли? Хлеб, который мы преломляем, не причащение ли это тело Христова? То, что хлеб всего лишь один, значит, что все мы вместе составляем одно тело, ибо все мы делим между собой один хлеб. И вот это та часть, где мы едины со Христом, которого не хватало в другом писании. Давайте склонимся в молитве.